Астана ЛРТ Основное завершение объекта запланировано на 2025 год. Электрический коллапс грозит Западно-Казахстанской области. Такой сценарий прогнозирует представитель ТОЗАП Казрек в случае непринятия мер по восстановлению изношенных линий электропередач. Жительница Уральска обвинила врачей в халатности и заявила, что из-за ошибки медиков ее дочь навсегда потеряла возможность стать матерью. Кроме этого, у молодой женщины после вмешательства врачей возникло онкологическое заболевание. В следующем году, чтобы продолжить строительство проекта Астана ЛРТ, могут выделить из бюджета до 150 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Если объем работ увеличится, команда справится и значительно ускорит строительно-монтажные работы, то дополнительно попросим деньги до 150 миллиардов тенге. Основное завершение объекта запланировано на 2025 год, то есть первый пусковой комплекс, сказал Марат Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в правительстве. Жители в шутку прозвали эти опоры ЛРТ памятником коррупции и предлагали оставить в качестве своеобразного арт-объекта. Первоначально поезда ЛРТ должны были встречать гостей экспо еще в 2017 году, но бывший глава Астана ЛРТ Талхат Ардан сбежал из страны с деньгами. В соцсетях регулярно появлялись посты членов их семей о роскошной и беззаботной жизни в Нью-Йорке. Главная причина того, что ЛРТ никак не могут закончить, именно отсутствие денег. Беглеца с деньгами до сих пор ищет Интерпол. Часть денег так и остается замороженными в разорившемся банке Астаны. Ныне всех удивляет стоимость проекта. Строительство одного километра будет стоить 84 миллиона долларов. Теперь на следующий год обсуждаем сумму бюджета порядка 45 миллиардов тенге. Это чтобы продолжить строительно-монтажные работы. Сейчас на площадке работает полтора тысяч человек. Проект уже прозвали многострадальным. Реализовать его не могут на протяжении восьми лет. Впереди самые большие затраты. По предварительным расчетам ежегодно будет необходимо 4 миллиарда тенге на обслуживание ЛРТ. Это не считая ежегодных процентов за кредит. Не считая дорогого ежемесячного обслуживания полупустых вагонов, загруженных на 3%. Как говорил президент, при такой загрузке проект никогда не окупится. Но, по его словам, проект придется завершить. Слишком далеко зашли. 313 миллионов долларов уже потрачено. Сейчас нужно 577 миллионов долларов для достройки. Если объем работы увеличится, то есть если команда справится с значительно ускорить строительно-монтажной работой, то дополнительно попросим деньги до 150 миллиардов тенге. Но основное завершение объекта запланировано на 2025 год. В 2011 году планировалось 3 линии общей протяженностью 42 километра. Но на строительство ЛРТ снова не хватило денег. Поэтому дорогу сократили до 22 километров. Как говорил президент, на соревнованиях по марафону бегают больше. Другими словами, от первоначального проекта путь сократили наполовину. Сократили остановочные станции, подвижной состав и подземные переходы. Зато чиновники обещают, что у ЛРТ скорость будет больше, чем на автобусах, 80 километров в час. Причем поезда будут ходить без машинистов и управляться автоматизированно из центра. Боржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Правительство Казахстана выделило дополнительно 30 миллиардов тенге на развитие племенного животноводства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Эта мера позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами. Министерство сельского хозяйства Алихан Смаилов поручил принять необходимые меры, а Минфину – обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств. Больше всего – это 7 миллиардов 800 миллионов тенге – выделили Акимату Акмолинской области. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства. 5 миллиардов направлены в Жамбулскую область. 4,5 миллиарда тенге получат фермеры Восточно-Казахстанской области. Всего в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса правительства из всех источников выделило 494 миллиарда тенге. В ближайшее время планируется направить дополнительно 30 миллиардов на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу. Незаконным оборотом драгметаллов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области и в столице, и в Шимкенте. Их деятельность изобличена сотрудниками департамента агентства по финмониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуре региона. Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовлении из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации. С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного черными старателями в поселке Бестубе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шимкента. В ходе обысков изъято более 1 кг золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. С января 2021 по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к троим из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация распространению не подлежит. Электрический коллапс грозит Западно-Казахстанской области. Такой сценарий прогнозируют представители ТО «Запказрек» в случае непринятия мер по восстановлению изношенных линий электропередач. Чтобы наладить систему электроснабжения, Западно-Казахстанской области необходимо 168 млрд в год. На сегодняшний день средняя изношенность электросетей в области составляет более 80%. И с каждым месяцем ситуация только ухудшается. Протяженность линий электропередач в Западно-Казахстанской области составляет свыше 20,5 тысяч километров. При этом средний износ их порядка 82%. 16 835 километров электросетей изношены на 100%. Таким образом, для реконструкции полностью изношенных сетей необходимо 168 млрд тенге. За счет тарифа решить проблему невозможно. Этих средств просто не хватит, заявляет в ТО «Запказрек». Необходимы дополнительные источники финансирования. Проблема уже рассматривалась на уровне правительства. Средства обещали выделить. Но когда – пока неизвестно. В 2021 году еще разговор начался, когда уже реальная ситуация выявилась, что почему руководитель государства, президент здесь был, премьер-министр, когда был, в ситуации обещали, чтобы помочь Западно-Казахстанской области, дали поручения правительству, чтобы средства были, программы разработали. Сегодняшним днем у нас управление энергетикой разработало 12 проектов на сетей документации, а венитирование от 20, тогда 20 миллиардов разговоров. Сейчас уже мы слышим, что это весь сумма до 30 миллиардов, потому что удорожание за два года прошло. Эти суммы пока программа еще не заработана, хотя поручения было, мы ждем этих денег. Если эти деньги придут, через подряд на организацию будем осваивать. Сегодня даже небольшой ветер может спровоцировать серьезные аварии. Были обрывы проводов в некоторых местах. Больше 200 топор в южных районах, где гололед сильно прошел. Посолок Чалкар, Теретьевский район, мы тоже на третий день восстановили. Не смогли пройти технику, опоры не смогли подвести. Пришлось восстанавливать руками, силами помощи местных жителей. Опоры деревянные подняли, поставили временно и подали напряжение. Такие-то у нас были случаи. Но причинами является износ сетей. Если не начать предпринимать меры сегодня, через несколько лет восстановить поврежденные опоры или линии электропередач уже не удастся. И большая часть региона может остаться без электричества. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. В постоянном страхе живут люди в пригороде Ак-Тубе. Причина беспокойства – разваливающиеся опоры линии электропередач. Столбы новые, но уже пришли в негодность и могут рухнуть на жилые строения. Лейла Уесова узнавала, когда местные власти намерены исправить ситуацию. Это посёлок имени Кенеса-Нокина, что в 20 километрах от Ак-Тубе. На его улицах можно встретить вот такие электрические столбы с большими трещинами. Бетонные конструкции разваливаются буквально на глазах. Люди боятся, что скоро опоры рухнут. И тогда может произойти трагедия. Эти столбы поставили ещё в 2012 году. Сейчас все они разрушаются. Если один упадёт, то все рухнут друг за другом. Они держатся на проводах. Все уже погнулись. Мы боимся, что детей током ударит рядом школа. Практически на всех столбах появились глубокие трещины. Люди уверены, что рано или поздно это приведёт к обрушению. Это же опасно. Трещины расползаются по всему бетону. Можно руку туда просунуть. Всё это следствие некачественной работы. А когда дует сильный ветер, эти столбы раскачиваются. Мы переживаем, что они упадут и боимся за себя, за своих детей и за свой дом. Чиновники уже признали конструкции аварийными. Однако спросить с компанией, которая установила их на бюджетные деньги, не получится. Срок гарантии уже истёк. Но, как заверили в Акимате, все опасные конструкции поэтапно заменят на новые. Наши специалисты и энергетики уже побывали на месте. Они проверили состояние бетонных конструкций. В этом посёлке предстоит заменить 43 опоры. Сейчас закупаются необходимые материалы. И до конца года планируется заменить электрические столбы. По словам специалистов, к такой ситуации приводит халатность производителей. Но почему-то технический надзор не обнаружил видимых признаков некачественной работы во время реализации проекта. Жительница Уральска обвинила врачей в халатности и заявила, что из-за ошибки медиков её дочь навсегда потеряла возможность стать матерью. Кроме этого, у молодой женщины после вмешательства врачей возникло онкологическое заболевание, говорит мама пострадавшей. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. После многих неудачных попыток забеременеть в этом году Айгерим Дойсалиевой посчастливилась зачать ребёнка с помощью ЭКО. Но эта радость длилась недолго, говорит мама Айгерим. По её рассказу, на третьем месяце беременности женщина почувствовала дискомфорт и заметила кровотечение. Её передали специалистам частной клиники бригады скорой помощи. Когда температура тела пациентки не спадала, её состояние ухудшилось, она заподозрила, что первая помощь была оказана неправильно. Сегодня Айгерим не только лишена счастья материнства навсегда, но и борется с раком. Осложнённое заболевание также повредило её лёгкие. Измученная семья обратилась за консультациями к врачам-онкологам из Кореи и Турции, которые заявили, что операция, проведённая ранее, была неудачной. Три раза мы вызывали скорую помощь в частной клинике. Моей дочери провели чистку матки, которая, как оказалось, была некорректной. На следующий день её отправили домой. Дочь температура и состояние постепенно ухудшалось. Каждые 3-4 дня у неё возникало кровотечение. При очередном обращении в частную клинику ей провели операцию и удалили матку. Сакабжамал Дюсалиева неоднократно обращалась в соответствующие органы в поисках справедливости. По её словам, врачи, оказавшие помощь, должны быть наказаны, а материальный и моральный ущерб должны быть возмещены. Семья ожидала появления ребёнка, воспользовавшись методом ЭКО. Из-за халатности врачей теперь дочь лишена возможности забеременеть. Что ещё более трагично, у неё обнаружен рак. Пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что заявление Сакабжамал Дюсалиевой передано в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля. Министерство здравоохранения РК по ЗКО, представители которого отметили, что в текущем году, учитывая увеличение числа заявлений, рассмотрение происходит в порядке очереди. Всего в регионе поступило 370 обращений, связанных с деятельностью медицинских организаций и работы специалистов. Этот показатель на 70 заявлений превышает цифру прошлого года. «Мы планируем предоставить ответ заявителю в середине декабря», – сообщил заместитель руководителя департамента. «Мы планируем завершить проверку заявлений к 15 декабря. Рассмотрение заявлений осуществляется специалистами в соответствии с их спецификой. Например, данный запрос касается онкологии. Его будет проверять независимый специалист данной сферы». Врачи частной клиники, ответственные за лечение Айгерим, утверждают, что ее жизнь была под угрозой из-за осложнений, вызванных хорионной петилиомой во время беременности, что привело к неотложному удалению матки. Мать пациентки высказывает сомнения в отношении справедливости решения со стороны соответствующих органов. Сама пострадавшая женщина отказалась от интервью со съемочной группы по состоянию здоровья. Три детских сада, каждый из которых рассчитан на 290 детей. Здания оснащены современным оборудованием, обеспечивая комфортные условия для обучения дошколят. Кроме этого, до конца текущего года планируется завершение строительства еще шести детских садов. Микрорайон «Берекес» населением около 20 тысяч человек, в основном населен молодыми семьями. В этом районе актуален вопрос отсутствия детского сада. Однако с вводом в эксплуатацию новых дошкольных учреждений проблема с местами для детей решается. На открытии одного из детских садов Акимобласти Серик Шапкенов поздравил родителей и детей с запуском нового сада и пожелал успехов воспитателям. Подобные учреждения также были введены в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая. Я мать троих детей. Мы очень рады, что в нашем микрорайоне Нурсая открываются три детских сада. Меня впечатлили новые здания для детей. Все внутри оформлено в современном, светлом и теплом стиле, созданном специально для удобства детей. Проблема с детскими садами остается актуальной для всей Атраусской области, в которой насчитывается около 700 тысяч человек. На сегодняшний день в очереди стоят более 17 тысяч детей. Чтобы восполнить этот пробел, местные власти планируют до конца текущего года охватить детскими садами 2600 малышей. Глава государства Касам Жумарт Кемельевич выдал специальное поручение с целью создания благоприятных условий для детей нашей страны по обеспечению им соответствующего образования и воспитания. Ведь дети – наше будущее, и мы обязаны создать для них наилучшие условия, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в процветание нашей страны. В ближайшие пять лет в Атрау планируется построить около 40 детских садов. На данный момент начато строительство пяти из них. Решить насущную проблему с детскими садами в области планируется к 2027 году. Амина Махсотова, Айбек Куандаков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атрау. Благотворительный вечер, посвященный творчеству композитора с богатым творческим наследием, автора гимна независимого Казахстана Шамши Калдаякова прошел в Уральске. Традиционное мероприятие направлено на обогащение словарного запаса подрастающего поколения путем исполнения песен на казахском языке. Отметим, что собранные средства будут направлены на лечение школьнику, у которого имеются проблемы со здоровьем. Будущее Казахстана в казахском языке. Балшамши Калдаякова ежегодно проводится с участием школьников, родителей и учителей. Главная цель – пробудить в подрастающем поколении энтузиазм к родному языку через казахские песни. На вечере было предоставлено театрализованное представление, вальс и песни известных певцов региона. Данное мероприятие имеет большое воспитательное значение. В этом году нашей Назарбаев интеллектуальной школе исполняется 11 лет, а этот сбор проводится непрерывно уже 10-й год. Если до этого мероприятия были на разную тематику, то теперь мы решили посвящать их творчеству Шамши Калдаякову на постоянной основе, говорит директор школы. Наверное, ни один из казахов не скажет, что он не знает творчество Шамши Калдаякова, потому что его песни действительно мелодичны. Помимо того, что они мелодичны, они имеют высокий воспитательный аспект. В качестве гостя на благотворительном балу выступил Крис Дурбин из Англии, который рассказал, что стал свидетелем казахского искусства и духовности. «Я действительно смотрю на мероприятия с большим удивлением. Школа установила тесные связи с родителями и партнёрские отношения со многими школами. Это отличная работа. Выступления всех участников потрясающие. Песни, танцы, сценические номера, красивая одежда. Я в восторге». В торжестве бала Шамши Калдаякова присутствовало более 400 человек. Также помимо учащихся, Назарбаев интеллектуальной школы приняли участие другие партнёрские учреждения и сельские образовательные центры. «Торжество проводится на очень высоком уровне, так как было проведено множество постановок, имеющих большое культурное значение. Мы были рады участвовать в данном мероприятии». Отметим, что все средства, собранные с продажей билетов в этот вечер, будут направлены на лечение школьника, у которого имеются проблемы со здоровьем. Дана Килибаева, Олег Писаренко, Нурлан Шамгонов. Телеканал ТДК-42. В Уральске в Центре культуры и искусства имени Кадыра Мерзали прошёл регионально-республиканский конкурс среди жарши и темерши, посвящённый 220-летию Мохаммеда Утимисова. На двухдневном мероприятии традиционного искусства побывали и наши корреспонденты. В Уральске прошёл конкурс жарши и термеши, посвящённый 220-летию со дня рождения Мохаммеда Утимусулэ, который собрал участников из разных уголков страны почтить память великого казахского поэта, батыра и борца за независимость, сохранение наследия предков и духовное обогащение населения. Такую цель ставят организаторы мероприятия. «Мы перестали уделять внимание этому виду искусства. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и ценило культурное наследие своих предков. Этот конкурс не только праздник искусства, но и возможность показать, насколько богаты и глубоки наши традиции». Участие в конкурсе приняли талантливые исполнители из Актюбинской, Атараусской, Мангисталской, Казлардинской областей, а также местные творческие личности. Молодые участники с энтузиазмом пропагандируют и поклоняются казахским национальным традициям. «Каждое слово, каждая нота, каждый жест – они несут в себе дух наших предков. Мы обязаны сохранять и передавать это будущим поколениям. Радуют, что у молодежи высокий интерес к сфере». В этом году гран-при достался представительнице Казларды Нураим Ертара. Великолепное поэтическое мастерство продемонстрировала Бахат Арстенгалиева из Актюбе и заняла первое место. Второе место завоевал Саджан Галимжанов из Западно-Казахстанской области. А третье место досталось представительнице Казларды Улдана Нуртуган. Этот конкурс становится не только трибютом великому поэту Мохамбета, но и ярким событием, подчеркивающим богатство культурного наследия Казахстана. Печенье Алани завоевывает сердца и вкусовые рецепторы потребителей по всему Казахстану. Предприниматели из Уральска, несмотря на все возникшие трудности, уже более пяти лет возвращают всех, кто попробовал печенье Алани, к теплым воспоминаниям о детстве. «Вкус знакомый с детства. Этот лозунг используется производителями печенья Алани и по праву справедливо. Свежесть вафель – вот что делает печенье Алани особенным. Сегодня производитель из Уральска радует своих потребителей также в городах Атырау, Актау, Актубе и даже в южной столице Алматы. Что же именно делает это печенье таким особенным? Печенье Алани – это, в первую очередь, натуральность. Второе – всегда свежее и всегда мягкое. Получается, у нас изначально была цель доказать, что есть натуральный продукт именно в сфере кондитерского. Каждый этап производства контролируется, чтобы обеспечить максимально качественную продукцию. И когда вы пробуете одну из этих вафель, словно только что приготовленных, вы по-настоящему ощущаете вкус детства. Печенье Алани не просто завоевывает рынок, оно возвращает нас к самым теплым воспоминаниям о детстве. С его натуральностью и свежестью оно подтверждает, что иногда лучшие вещи в жизни – это простые и вкусные, как печенье Алани, заполняют наши сердца радости и воспоминаниями. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже.